Наконец огласован и готов к окончательному принятию к Несетам закон о службе младых Харадим в армии. Знак протеста лидеры религиозных общин обещали и вывели на улицы, правда не миллион, но 400 тысяч человек, заполнивших площади и улицы на въезде в Иерусалим. Люди молились и читали Пуримский свиток Эстер, сравнивая министров-авторов законопроекта с врагами еврейского народа Аманом и Ахашвирошем. Одна из причин, по которой мой дед бежал из России, было то, что ему не давали соблюдать вековые еврейские традиции. В Израиле еврейская власть, но, к сожалению, есть люди, которые хотят засадить своих братьев в тюрьму за то, что они изучают Тару. Да, надо защищать страну, но мы свято верим, что Тара и исполнение заповедей – это и есть защита нации. Пусть тот, кто не соблюдает и не учит Тару, идет в армию. Можно учить Тару и служить, и такие есть. В Шар-люди работают и учат Тару, и не видят в этом никакой проблемы. Мы тоже хотели бы сейчас зарабатывать, но мы обязаны служить. Это честь, но это и долг. Мы учим Тару днем и ночью, без прерыва. Всевышний приказал нам учить Тару 24 часа 365 дней в году. Есть такие, которые не могут все время сидеть и учить, и они шли в армию. Но сейчас из-за принуждений и из-за знак солидарности я не пойду служить. Законопроект предусматривает для уклонистов обычные о подобных случаях уголовные санкции. Фактически они начнут применяться, если начнут, лишь с 2018 года. Часть ультраортодоксов уже выразили готовность учить Тару за решеткой, а часть по призыву своих лидеров готовы эмигрировать из Израиля. Наш ответ. Мы пойдем в тюрьму с Тарой. Давний раскол в израильском обществе между религиозными и светскими, хоть и обострялся периодически, но всегда оставался в рамках статус-кво. К Таре в Израиле относятся уважительно. Но сейчас обретают силу факторы, более существенные, чем идеология и политика. Работающее население Израиля очень скоро уже просто не сможет прокормить эту стремительно растущую армию, сидящую на пособиях и дотациях. Элла Казакова, Гидун Дубинский. Специально для Артен. Израиль.